В Красноярске посторонним разрешили вход на стройки, правда всего на несколько часов. В городе устроили экскурсии по стройплощадкам, чтобы выбрать из них образцово-показательную. Какие же требования предъявляются конкурсантам, расскажет наш корреспондент. Вход на стройку строго запрещен. Эту табличку каждый из нас читал не раз. Но сегодня строительная площадка стала местом экскурсии для экспертной делегации. В состав экспертов входят представители Министерства строительства и архитектуры, службы строительного надзора и жилищного контроля, Департамента градостроительства, Союза строителей, Центра охраны труда, а также строительные компании, которые были призваны лучшими в предыдущие годы. Какие материалы используются при строительстве, куда вывозится мусор, и есть ли пункт мойки колес для грузовых машин. Все это осмотрели члены экспертного совета конкурса на лучшую строительную площадку. Конкурс проходит ежегодно и приурочен ко дню строителя. В этом году экспертный совет проверит 14 строительных компаний, как жилищными объектами, так и социально значимыми для нашего города. Например, крытый футбольный манеж на 3000 посадочных мест по улице Новгородская. Любой уважающий себя руководитель строительной компании должен себя позиционировать не только в коммерческой составляющей, но и в том, что он бдит за охрану труда на своем предприятии, он бдит за качеством производства. И я думаю, получить такую награду, которая, скажем так, оценивается многими структурами, как строительным сообществом, так и органами власти, я думаю, это очень престижно. Выбирая квартиру, многие жители смотрят не только на район и качество дома, но и на благоустройство двора. Именно поэтому в этом году появилась новая номинация «Самая лучшая концепция благоустройства жилого дома». В этой номинации оцениваются размеры внутридворового пространства, наличие детских и спортивных площадок, озеленение дворов. Жители домов, участвующих в этом конкурсе, довольны тем, что во дворах теперь можно гулять и не бояться за безопасность своих детей. Вот эта вот горка, она намного лучше, чем в соседних дворах. То есть детям там страшно, мы туда детей не пускали, а здесь мы детям даем полный простор, можно так сказать, свободу действий. Положительной тенденцией в нашем городе становится строительство жилых комплексов в одном архитектурном стиле, что также учитывается при оценке строительных фирм. Этот комплекс жилой позиционирует себя как яркие высотки, и здесь, соответственно, тоже мы подходили к реализации детской площадки с учетом домского названия, да, видите, и детская площадка выложена резиновым покрытием, цвета самого фасада, и малых стилюльной формы тоже яркие, достаточно. Конкурс на лучшую строительную компанию, помимо оценки качества застройщиков, преследует и цель обмена опытом среди строителей. Для потребителей этот конкурс будет полезен в практических целях, ведь при выборе квартиры можно будет ориентироваться на оценки экспертов, которые будут опубликованы на специализированных сайтах строительных компаний. Итоги конкурса будут объявлены 11 августа в День строителя. Юлия Камлякова, Андрей Шалаков. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова